Дорогие коллеги, спасибо организаторам за приглашение участвовать в этом симпозиуме, посвященном памяти Бориса Владимировича. И, конечно, мне бы хотелось в первую очередь сказать, что без него как-то невероятно сложно жить и работать в нашей области, только предстоит понять, как это еще делать. Но тема, о которой я хочу рассказать, мы с ним много обсуждали, и, мне кажется, он в целом поддерживал эту работу, интересовался, и мне приятно поделиться, к сожалению, только дистанционно сегодня, первыми результатами. Я немножко расскажу об общих принципах и о том, что произошло за последние полгода-год, когда мы подводили итоги той работы, которая была начата в 2018 году. Я напомню, что КРТ-клетки или клетки, вооруженные химерным антигенным рецептором, это искусственные, вернее, это чаще всего аутологичные лимфоциты. И химерный антигенный рецептор представляет собой синтетическую молекулу, сконструированную из природных фрагментов, из антиген-связывающего фрагмента, который, как правило, заимствован из антитела определенной специфичности, из трансмембранного и шарнирного фрагмента, и из внутриклеточных сигнальных доменов, которые заимствованы из естественных рецепторов лимфоцитов. И чаще всего в наиболее распространенном варианте вот эта внутренняя сигнальная часть химерного антигенного рецептора включает молекулу CD3Z, домен, заимствованный из Т-клеточного рецептора, и сигнальный домен из одного из известных костимуляторных рецепторов, наиболее распространенные, это CD28 и CD137 или 4-1BB, это известные костимуляторные рецепторы лимфоцитов. В результате мы получаем молекулы с такими суперфизиологическими свойствами, и клетка, которая экспрессирует такую молекулу, она не только способна распознавать антигены заданной специфичности, но и одновременно транслировать и активационные, и костимуляторные сигналы, таким образом вызывая быструю активацию и дифференцировку клеток-эффектора и в случае успеха эффективную атаку на клетки мишени. Идеальным антигеном, которого, кстати, пока в природе не существует, является молекула, которая гомогенно экспрессирована на клетках опухоли. Она должна быть расположена на мембране опухолевой клетки, так как карты клетки, по крайней мере, основные существующие их варианты, не способны распознавать внутриклеточные антигены. Желательно, чтобы этот антиген был физиологически стабилен и не исчезал с мембраны. Крайне важно, чтобы он не был экспрессирован на нормальных клетках или, по крайней мере, нормальные клетки, которые экспрессируют атакуемый антиген, были бы заменяемы, не были бы необходимы для функционирования организма. И, наконец, идеальный антиген, он необходим для жизни опухоли. Таким образом, опухолю будет трудно его потерять. И сегодня, вы знаете, в мире только один антиген, это CD19, молекула, против которой карты клетки официально зарегистрированы. Вернее, не против молекулы, а против опухолей CD19, позитивных опухолей, B-линейного лимфобластного лейкоза и B-клеточных лимфом. Зарегистрированы два существующих препарата карти. И в качестве наиболее вероятного следующего кандидата, молекула, против которой будет направлена следующая зарегистрированная терапия, это молекула BCMA у пациентов с множественной миеломой. Обе этих молекулы, обе мишени, они лишь отчасти соответствуют критериям индиайдного антигена. В частности, они в том числе экспрессируются и на нормальных B-лимфоцитах, и на нормальных плазматических клетках. Но поскольку без B-клеток, по крайней мере, какое-то время и при заместительной терапии моноглобулином можно жить, эти антигены успешно таргетируются. То, о чём Инна Викторовна говорила в предыдущей сессии, с помощью бесспецифичных молекул и с помощью карти терапии. Среди 19 карти были одобрены клиническому применению, в первую очередь при B-линейном ликозе СБ предшественников у детей и молодых взрослых на основании вот этого исследования «ИЛИАНа», в котором было показано, что карти способны вызвать ремиссию у 85% пациентов. И у существенной доли ремиссии остаются долгосрочными, годичная выживаемость около 50%. Мы не знаем более отдалённых результатов. До сих пор нет публикаций, где медианный срок наблюдения превышал бы год. Поэтому мы не знаем, насколько эффективна эта терапия в долгосрочной перспективе. Но, по крайней мере, для той патопуляции, в которой они использовались, это пациент с рефракторными формами, B-линейный ВОЛО, этот результат, безусловно, является прорывным и, собственно, он и явился основанием для регистрации. Здесь я хотел только подчеркнуть ещё одну важную вещь, на которую часто не обращают внимания. Из 92 больных, включённых в исследование, 75 только получили инфузию. То есть часть больных отсеивается из-за либо сложности с производством картоклеток, либо из-за прогрессии заболевания или инфекции. То есть одна из больших проблем картик-терапии, что от афереза до инфузии время ожидания составляет 4-6, иногда 8 недель. И это, естественно, определённым образом селектирует группу пациентов, которые попадают в публикации. Напомню, что есть несколько токсичностей. Наверное, две-три принципиально следует упомянуть. Первое, так называемое, on-target of tumor, то, о чём мы сказали, таргетирование B-лимфоцитов здоровых приводит к гипогомоглобулиномии. Это предсказанная ожидаемая токсичность, которую большинство пациентов благополучно переживают с помощью инфузии внутривенного иммуноглобулина. И второй тип токсичности, так называемый off-target, то есть не связанный непосредственно с уничтожением CD19-позитивных мишеней, но больше связанная с физиологией иммунного ответа, вот такого супрафизиологического иммунного ответа. Это синдром выброса цитокинов, пересекающаяся с ним, но не полностью накладывающаяся нейротоксичность и, наконец, продлённая аплазия кроветворения. И все эти три типа токсичности, они могут быть... Спектр тяжести достаточно широкий от минорных проявлений вроде лихорадки краткосрочной или спутности сознания до тяжёлых, жизнеугрожающих и даже смертельных случаев, в частности, случаев отёка мозга при нейротоксичности или тяжёлой полиорганной недостаточности, связанной с синдромом выброса цитокинов. Производство. Я не буду подробно останавливаться. Это сложный процесс. Начинается с афереза мононуклеаров, селекции стартовой популяции, активации, культивирования и, наконец, производства финального клеточного продукта и возвращения этого продукта пациенту. И производство может быть организовано как в виде так называемой индустриальной модели, когда в центре терапии мы проводим аферез, клетки перевозятся в центральный центр производства и возвращаются уже как готовый клеточный продукт, или в так называемой локальной модели, где терапия пациентов, забор исходного материала, производство, контроль качества, всё локализовано, в общем, в одном пространстве. Наш проект, ну, он начался, наверное, в 2015 году, но физически первого пациента мы взяли в феврале 2018 года. Благодаря поддержке компании «Мультонебиотек» мы получили доступ к системе производства. Это карти антиседия 19 с F1BB костимуляторным доменом, произведённый по полуавтоматизированной системе Clenimax Prodigy. И, в общем, мы достаточно успешно освоили технологию производства, и вы видите, что качество карти, в данном случае вы видите эффективность трансдукции, 60% Т-лимфоцитов несут химерно-антигенный рецептор, и они благополучно функционируют, происходит дегрануляция, вы видите контроль и, собственно, инкубацию карти с CD19-позитивными мишенями, они функционируют, производятся токины, нашего первого пациента. Это был молодой человек с рецидивом БОЛЛ после трансплантации гоплоидентичной и после двух эпизодов терапии бренитомумабом. У него карти были эффективны, уже через две недели он оказался в ремиссии, которая длилась два года, и всего в пилотные исследования мы рекрутировали за почти два года 30 пациентов, все это пациенты с б-линейным лимфобластным лейкозом, рефрактерным или рецидивом после, как правило, многочисленных курсов предшествующей терапии, видите, медианного возраста 11 лет, большая часть – это пациенты с морфологическим рецидивом, небольшая часть – с персистирующей МРД рефрактерной, и большая часть пациентов либо получала предшествующую терапию бренитомумабом, либо трансплантацию гемопоэтических слоев клеток. И на сегодня медианное наблюдение в этой группе, на момент анализа тех данных, которые я продемонстрирую, составило 20 месяцев. Я напомню, что картиотерапия, инфузия клеточного продукта выполняется после курса лимфодеплетирующей химиотерапии, которая имеет разные смыслы от циторедукции до лимфодеплеции, то есть создания некоторого физиологического пространства для карты лимфоцитов, для размножения. И всего, вы видите, мы начинали с дозы 500 тысяч картиклеток на килограмм. На этой дозе мы столкнулись с двумя кейсами тяжелой токсичности. Вернулись к дозе степдаун, 100 тысяч на килограмм. Она была эффективна. Дальше вернулись 500 тысяч на килограмм с одним кейсом токсичности, миллион на килограмм. И, наконец, на дозе 3 миллиона на килограмм у нас произошло два случая тяжелой токсичности и набор пациентов, вот, вот, dose escalation часть была завершена. Собственно, я сегодня покажу результат. Вы видите более подробную таблицу. Здесь, наверное, она слишком подробная, чтобы сейчас останавливаться. Наверное, лучше я на картинках. Нет. Или здесь что-то важное. Нет, пожалуй, лучше вот так скажем, да, про частоту и синдром выброса цитокинов. Во всей группе, давайте посмотрим сюда, 60% пациентов столкнулись с синдромом выброса цитокинов, но лишь 7% — это два пациента с тяжелой формой. А нейротоксичность любой степени тяжести у 43% и у 4% — это 13% — это развилась тяжелая нейротоксичность. 90% пациентов из всех пациентов достигли ремиссии, те, кто получил терапию, и в Intent to Treat популяции почти 80% достижения ремиссии. Что важно, мне кажется, с клинической точки зрения? Первое, и, в общем, с одной стороны, известное, но одно дело читать литературу, другое дело столкнуться на практике. Мы увидели очень высокую корреляцию объема опухоли с тяжелой токсичностью. Вы видите, есть тренд корреляции в принципе токсичности любой с объемом опухоли, но тяжелая, grade 3, 5, синдром выброса цитокинов или нейротоксичность, они почти исключительно связаны, то есть они произошли только в группе пациентов, у которых масса опухоли была высокой. Мы тестировали порог 5%, 20%, 25%. В общем, они все более-менее одинаково работают. Тяжелая токсичность эксклюзивно связана с массой опухоли. То есть хорошая новость заключается в том, что если мы берем на лечение пациентов с МРД или низкой массой, в общем, фактически эта терапия может со временем стать амбулаторной или полуамбулаторной, как мне кажется, потому что, в общем, там тяжелая токсичность не ожидается. Всего 3 пациента оказались рефракторны. Конечно, на таких цифрах трудно говорить о каких-то закономерностях. Здесь, пожалуй, я подчеркну одного пациента, у которого уже на старте была низкая экспрессия CD19, только 35% клеток экспрессировали CD19. Соответственно, здесь закономерно произошла экспансия CD19 негативной популяции. Два пациента были после трансплантации. Ну, какой-то яркой закономерности есть. Вряд ли на таких цифрах можно сказать. И, наконец, совсем такой максимально суммирующий слайд всего, что произошло, на что я бы обратил внимание. Ну, во-первых, вот эта ранняя смертность, да, часть пациентов связана с токсичностью, часть с сепсическими осложнениями. Безусловно, как при освоении любой методики, наверное, первые пациенты – это самое сложное. И, наверное, какие-то технологии, собственно, ведения этих пациентов мы свои шишки набили. Это три ранние смерти. Из тех, кто дожил до 30-го дня и мог быть оценен, вы видите, что практически тотально, как я сказал, 90% от достижения ремиссии, и большая часть этих ремиссий МРД негативны. И в начале проекта мы избирательно очень подходили к трансплантации. То есть, в общем, мы не планировали трансплантацию как обязательную терапию для всех пациентов, достигших ремиссии. И с определенного момента мы стали наблюдать рецидивы. Вот эти треугольнички – это рецидивы. Большая часть рецидивов, примерно 60%, оказались CD19 негативными, но были и CD19 позитивные рецидивы. И после того, как мы увидели, что, в общем, частота рецидивов приближается к 40% и позднее к 50%, мы вернулись к трансплантации как стандартной терапии после достижения ремиссии. И суммарные результаты вы видите. Ну, я не строю кривые, но общая выживаемость во всей группе составляет на сегодня около 50%, бессобытийное – около 25%. Оценивать эти цифры достаточно сложно, именно в связи с тем, что тактика в отношении трансплантации была неединообразна в течение исследования. И вот с таким багажом мы движемся дальше. Здесь немножко пару технических заметок о том, как происходит экспансия карт и клеток. Вы видите, наверное, в литературе такие картинки, но мы подтверждаем, что на 11-й, например, у нас максимум – это 11-й день после инфузии карт и лимфоцитов. Их содержание в периферической крови может быть огромным. Вот видите, до максимума у нас вообще 10-7, но медиана 100 тысяч карт и клеток в миллилитре крови, что достаточно впечатляет. И дальше, вы видите, их количество постепенно снижается. Диплеция б-лимфоцитов медиана где-то около 4 месяцев. То есть диплеция б-лимфоцитов считается таким функциональным отражением работы карт и клеток. И когда б-клетки возвращаются, даже если карти физически персистируют, то, скорее всего, можно утверждать, вернее, что они перестали работать. Поэтому, в общем, мы ориентируемся на диплецию б-клеток как маркер того, что карти работают или уже перестали работать. И еще раз одна картинка с персистенцией карты и лимфоцитов. И, наконец, в качестве заключения, по нашему опыту, во-первых, мне кажется, очень важно, что мы в рамках академического клинического исследования, включая производство, карты клеток способны доставлять эту терапию пациентам. Она, мне кажется, нужна многим пациентам. Уровень ремиссии, безусловно, впечатляет, включая пациентов с большой массой опухоли, что, наверное, немножко отличает эту терапию от блинатамумаба, как наиболее близкого аналога, который все-таки чуть хуже работает у пациентов с большой массой. Для практической практики очень важно понимать, что токсичность коррелирует с массой опухоли, и, соответственно, мы в нашем новом исследовании адаптируем дозу к массе опухоли. Мы теперь не переливаем все карты клетки сразу, а делим дозу для пациентов с большой массой. На сегодня при этой модификации карты рецидивы составляют около 50%, и мы сегодня воспринимаем такие моноспецифичные карты клетки как мостик к трансплантации. Но мы надеемся, что следующее поколение, может быть, биспецифичные карты клетки смогут какую-то часть пациентов избавить от необходимости трансплантироваться. И я на этом заканчиваю. Спасибо огромное за внимание, и спасибо огромное всем людям в ФНКЦ, в нашем центре, которые участвовали в проекте. Я завершаю свою часть. Спасибо. Спасибо.